Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начинаем первый тур, который называется «Знайка-незнайка». Условия игры. Перед вами на экране появится 8 различных сюжетов, объединенных одной темой. После чего будет задан вам вопрос. Вы должны дать правильный ответ. Каждый правильный ответ оценивается определенным количеством очков и дает вам право продвинуться на одно цветное деление вперед. А у родителей тоже есть свои правила. Вы имеете право лишь на 2 неправильных ответа. А сделав 3 ошибки, выходите из игры. И еще. Те из ребят, кто наберет 1000 очков, получают супер-приз. В этом туре победит тот, кто правильно ответит на 4 вопроса. Внимание на экран. Перед вами государство. Я прошу тишины в студии. Грузия, Латвия, Киргизия, Армения, Узбекистан, Украина, Россия, Литва. Киргизия, ныне государство Киргизстан. Вопрос. В столице какого государства есть собор, в котором находится знаменитый орган? Время. Тишина. Время. Номер 2 правильный ответ. Кто правильно ответил, прошу продвинуться вперед. Это Борис. А теперь, внимание, правильный ответ. Это домский собор в Риге, где проходят концерты органной музыки. И мы поздравляем Бориса. Пойдем дальше. Второй вопрос. Я прошу тишины в студии. Я могу снять вопрос, если кто-то будет подсказывать. На территории какого современного государства находится центр древнего среднеазиатского государства Хорезм? Время. Время. Номер 5 правильный ответ. Государство Узбекистан, а центр Хорезмии находится в низовьях Амударьи. Был он в 6-7 веках до нашей эры. Кто правильно ответил, я прошу вперед. Это Илья и Оксана. Мы их также поздравляем. Следующий вопрос. Каким государством управляла царица Тамара в 12 веке? Время. Время. Правильный ответ номер 1. Это государство Грузия. Правильно ответственных, прошу, вперед. Поехали дальше. Вопрос. Номер 4. Про столицу какого государства говорят, что она город Хлебный? Время. Да почему же так шумно? Время. Номер 5 правильный ответ. Это Узбекистан, его столица Ташкент. Кто правильно ответил? Прошу, продвинуться. Никто нет. Убый, никто правильно не ответил. Пока еще мы не услышали следующий вопрос. У нас уже есть один неудачник среди... Вернее, это дядя, да, по-моему, хотел сказать, родителей. Вот вам как раз не повезло. А почему так случилось? Что такое? Вы не готовились дома или просто что-то не знаете? Просто интуиция не помогла. Интуиция не помогла. Ну, ничего страшного. Я вам хочу подарить вот этот бинокль. Спасибо. Спасибо зрителям, которые его поддержат. Всего хорошего. Внимание. Белгород, Ростов-на-Дону, Брянск, Курган. На территории какого государства находятся эти города? Время. Боря выходит у нас во второй круг. Мы его поздравляем. У меня есть замечательная тема, которая вам очень знакома. Это мужские имена. Значит, внимание на экран. Перед вами имена. Игорь, Олег, Алексей, Андрей, Евгений, Павел, Георгий, Михаил. Вопрос. Вспомните имя главного героя поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Время. 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 Номер пять правильный ответ. Его имя Евгений. А для тех, кто этого не знал или не знает, есть такие строчки. Мы будем нашего героя звать этим именем. Оно звучит приятно с ним давно. Мое пирог тому же дружно. Александр Сергеевич Пушкин. О имени Евгений. Следующий вопрос. Подожди, Игорь. Опять надо разобраться с родителями. А точнее с братом. Здесь какой-то, наверное, замкнутый круг. Кто один вылетел с этого края, все так и пойдут, наверное, постепенно. Что ты хочешь посоветовать? Вот смотри, как у тебя брат здорово идет вперед. А ты что ж так? Не судьба. Ну посоветуй ему что-нибудь. Ну что ему советовать? Он все сам хорошо знает. Всего хорошего. Спасибо. Поздравляем его. Я хочу заметить, что тот, кто уже вышел во второй круг, имеет право набирать очки. То есть правильно отвечать на вопросы. Следующий вопрос. Назовите имя известного телевизионного диктора, которого вы видите каждую пятницу в программе телекомпании «ВИД». Время. Время. Номер один правильный ответ. Конечно же, конечно же, это Игорь Леонидович Кириллов. Его знают как маленькие, так и большие. Спасибо за правильный ответ. Прошу продвинуться вперед. Следующий вопрос. Тоже, думаю, очень интересный и знакомый вам. «Кавказская пленница», «Запасной игрок», «Женитьба Бальзаминова», «Двенадцатая ночь» и многие-многие другие фильмы принесли одному из сыгравших в них актеров огромную популярность. «Как же звали этого актера?» Время. Время. Номер семь правильный ответ. Георгий Витцин, наш замечательный мастер комедии. Кто правильно ответил, прошу вперед. Оксана также выходит во второй тур. Мы ее поздравляем. Вы сейчас не угадали? Нет. А у вас есть какой-нибудь любимый фильм? «Белое солнце в пустыне». «Белое солнце в пустыне», поэтому вы не знали такого актера, как Витцин? Наверное. Ну что ж, ничего страшного в этом нет. На самом деле вас поддержит зал, и я говорю вам всего хорошего. Внимание на экран, играем дальше. Вопрос. Назовите имя князя, который по утверждению великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина принял смерть от коня своего. Время. Тишина в студии. Сниму вопрос сразу же. Время. Номер два правильный ответ. Ну, конечно же, речь идет о знаменитом вещем Олеге, ставшем главным героем поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Я вижу, Юля выходит у нас во второй круг, и также Дима выходит во второй круг. Мы поздравляем их. А вот Оксана, к сожалению, остается без поддержки на оставшиеся туры. Спасибо вам. К сожалению, Тамара и Илья не совсем справились с нашим заданием, но ничего страшного в этом нету. Игра есть игра. Илья, сказали, что ты не совсем справился с заданием, но тебе просто, наверное, не повезло, да? Да. А у тебя есть какой-нибудь талисман? Да, это крестик. У тебя замечательные конфеты, и ты их замечательно съешь дома сегодня с чайком. Ну, всего хорошего. Спасибо, до свидания. Тамара, ты такая улыбчивая, тебе приятнее всех прям ударить, и мне обидно, что ты уходишь. На, держи, держи свои концерты. Спасибо, я очень благодарна. Действительно, звездный час даже, хотя я проиграла, но меня показали, я счастлива. Ты счастлива? Ты просто этого хотела? Да. А кем ты хочешь быть в будущем? Когда я обязательно стану артисткой или, во всем случае, ведущей, какого-нибудь шоу, но очень похожего на этот звездный час. Сколько времени, так сколько лет примерно тебе для этого надо? Вот мне, ой, я не знаю, это зависит от того, если вот меня сейчас кто-нибудь увидит из режиссеров каких-нибудь известных или образователей каких-то передач, пусть они меня просто заметят, увидят, что есть такая Тамара, которая мечтает просто о таком шоу и возьмет меня к себе. Я думала, ну, видите, мы когда-нибудь с тобой здесь встретимся. Всего хорошего. Спасибо, Тамара. Пока. Увы, но придется расстаться и с тетей Тамары. Спасибо вам. И с вами мы тоже прощаемся, вы уходите. А, простите, вы до этого все правильно отвечали? На один вопрос, по-моему, ошиблись. Один вопрос только ошиблись. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо большое. До свидания. Исключительный. Исключительный случай, что все участники лишились поддержки. Но я думаю, что в этом ничего страшного нету. Мы встречаемся с ними во втором туре. Вы смотрите самую лучшую программу для детей и родителей. Звездный час. Хотите проверить свои знания и сродиться с соперниками в нашей студии? Пишите нам о себе и своих увлечениях по адресу Москва. Улица Королева, 12, телекомпания «Вид», программа «Звездный час». Тур второй. И вот кто в него вошел. Оксана Ванина, 320 очков. Юлия Каримова, 270 очков. Боря Розентул, 470 очков. И Дмитрий Коваленко, 265 очков. И для того, чтобы начался второй тур, должны из этой трубы, как мы уже сказали, грамматейки, высыпаться кубики. Но я хочу, чтобы команду для них дали вы, а лучшей командой будут ваши аплодисменты. Итак, аплодисменты. Перед вами эти красивые кубики. Их 10. На верхней грани каждого кубика есть буква. Ваша задача составить одно или несколько слов, используя только эти 10 букв. Каждая буква используется один раз. Я повторяю, только один раз. Помоги. Да, Лена, я сейчас тебе помогу. Какие интересные у нас буквы. Итак, записывайте. Л, Леонид, Ю, Ж, Б, Борис, О, И, Г, Григорий, Х, А, У. Я хочу напомнить вам, что в этом туре победит тот, кто использует как можно больше букв. Итак, время, одна минута. Напоминаю, что слова должны быть именами существительными в единственном числе, именительном падеже. О, И, Григорий. Спасибо. Время положить ручки. Итак, проверяем задание. Твои слова. Жабо и луг. Сколько букв? Семь. Семь букв. Семь букв. Скажи, а это трудно составлять слова из букв? Да не очень. А ты дома когда-нибудь тренировалась, пробовала что-то такое? Да, тренировалась, я играла с друзьями, такую почти что игру. Здорово, и вот у тебя получилось все. Итак, твое слово, Юля. У меня бок. Здорово, пошли дальше. Три буквы, да? У меня вообще два варианта. Один расклад, ну два по семь букв. Для одного расклада это иго и хула, а для второго бог и лужа. А что ты сам-то выбираешь? Я же не могу и то и другое принять. Выбирай, какие тебе лучше. Ну, иго и хула их не было. Иго и хула. Семь букв. Семь букв. Лужа и бог. Лужа и бог. Лужа и бог. Здорово. Ты любишь по лужам ходить? Нет. Нет? И даже в резиновых сапогах? Нет, конечно. И когда был совсем маленьким, этим не увлекался? Увлекался. Ну а что ж, конечно, не любишь? Юлечка, к сожалению, у нас использовала только три буквы. А у ребят больше. И по правилам нашей игры, Юля. Юля, ты улыбайся, радуйся. Вот тебе шоколадки. Скажи, пожалуйста, наверняка приходила с какой-то мечтой сюда. Вот если бы ты выиграла звездный час, что бы ты сказала? Вот там вот на трибуне. Я думаю, я пожелала бы всем привет. Послала бы всем привет. Они бы сказали тебе спасибо, и я тоже говорю тебе спасибо. Ты здорово играла. Но в этом задании, кто смотрит нашу передачу, знает, что есть маленький сюрприз. Сюрприз этот получает тот, кто составил самое длинное слово. И поскольку у троих ребят слова из четырех букв, спорная ситуация. Решат все очки. Итак, Оксана Ванина, 530 очков. Дима Коваленко, 475 очков. И больше всех очков у Бориса Розентула, 680. И он получает заслуженный приз, калькулятор Ситизен. Ты любишь математику в школе, Борис? Конечно. И ты действительно рад этому подарку? Конечно, я очень рад. Игорёв. А я хочу сказать тебе, Борис, дело в том, что ты можешь продолжить игру. Махнём не глядя. Вот этот вот замечательный приз я могу забрать. А ты можешь выбрать из этих пяти тебе взамен. Согласен со мной играть? А я дальше играю. Да, играешь, конечно, дальше играешь. Я играю. Согласен, да? Отдаёшь мне его, да? Хорошо. А какой ящик из пяти ты выбираешь? Ты имеешь только три шанса. Третий. Ящик номер три. Тебе крупно повезло. Не знаю как, но, по-моему, это замечательная кукла. Замечательная кукла, замечательно. Борис, и ты хочешь сказать, вот я вижу по твоему виду, ты хочешь сказать, что она тебе не нравится, да? Смотри, какая кукла. Хочешь сказать, что ты ещё в куклы не играешь, нет? А у тебя есть сестрёнка? Есть. И ты не хочешь ей подарить её? Она уже вышла из такого возраста, она уже не играет в куклы. Ну, пустячок, а приятно всё-таки. Но она всё равно в куклы не играет. Ну что, давай выбирай дальше тогда. Продолжаем игру, да? Пятый. Пятый? Пятый. Либо у тебя счастливая рука, либо я не знаю что. Потрясающий приз. Это скейтборд. Ты умеешь и кататься на нём? Ничего страшного, если не умеешь. Это ещё не всё. Потому что к нему прилагаются подлокотники, помоги мне всё вытащить, подлокотники и шлем. Так что ты не разобьёшься. Ну что, берёшь? Конечно же берёшь. Это же последний ящик, да? А, нет, это ещё не последний. Ну так что? Играем дальше? Играем дальше. Какой ящик ты выбираешь следующим? Четвёртый. Ящик номер четыре. Ты не прогадал. Это компьютер. Компьютер на фоне игры. Я не выпущу его. Ну вот так, ты видел. Как ты уже сказал, ты любишь математику, а ты любишь составлять программы, или больше тебе нравится играть в игры? А, ну играть в игры это само собой. А программы составляете? У вас есть в школе информатика? Конечно. Ну что ж, это пригодится? Обязательно пригодится. Я поздравляю тебя! Молодец! А мы забираем эти подарки. И переходим к игре со зрителями! Но, 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 подождите. Я хочу, чтобы началось начать с четырёх букв. Я слушаю. Слово игла. Слово игла. Уже пять, да, по-моему? Нет. У тебя шесть? Ну-ка давай. Голуби. Голуби. А нельзя множественное число? Блоха. 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 Тоже блоха. Пять букв. У кого четыре руки, не поднимать. Только пять букв. Слушаю. Имя Ренди. Вон туда смотри. Имя Ренди. А имя нельзя. Обжиг. Обжиг. Пять букв. А у кого есть шесть букв? Нет. Всё. Все слова были замечательные. Но я хочу, чтобы вышли те, кто назвал слово «блоха» и слово «обжиг». А вы заочно поприветствуйте их. Давайте. Две молодые особи, совершенно очаровательные. Я хочу, чтобы вы представились. Лилия Кочергина. И нашего Ирина. И нашего Ирина. Лилия и Ирина. Отлично. У вас двое. Подарок один. У вас замечательные слова. Блоха и обжиг. Но вы должны этот приз между собой разыграть. Каким образом, наверное, вы знаете. Но всё-таки напомню условия. Вы должны задавать мне наводящие вопросы по поводу содержимого этого ящика. А я вам отвечаю «да» или «нет». Я чувствую вас уже рой идей по этому поводу. Итак, слушаю. Квадратная? Да. Относительно. Вкусная? Не-а. Этим фотографируют? Нет. Это включается в электросеть? Нет, это не включает. Это машина? Нет. Кроме цвета? Ну, милая моя, я же говорю «да» или «нет». Какого цвета? Бог его знает, какого. Это большое? Нет. Это объёмное? Нет. Я могу взять это в руки? Да. Меня прям вынуждаешь. Но всё-таки ещё один вопрос. Ну, это игрушка? Это игрушка, но какая? Я хочу, чтобы вы узнали. Хорошо, нет. Я вам задам. Нет, давайте. Какая игрушка? Хорошо. Это игрушка, это игра точнее, подсказала. Но вам надо угадать, это настенная или настольная игра? Ведь игры бывают разные. Итак? Настенная. И эта игра называется «Дортс». Ты знаешь, что с этим делать? Стрелять в цель, наверное. А ты метка? Да. Очень. Очень. Я тебя поздравляю, ты разовьёшь свою меткость. Спасибо тебе. И мы поздравляем тебя. Всего хорошего. Спасибо за игру. Начало недели понедельник и на экранах ваш звёздный час. Отдыхайте, болейте и, конечно, играйте вместе с нами. Возьмите карандаш, бумагу и соревнуйтесь с родителями и друзьями. Пишите нам, и вас ждёт звёздный час. Третий тур. Начинаем третий тур. Называется этот тур «Логическая цепочка». Внимание, условия игры. Перед вами на экране появится четыре сюжета в определённой последовательности или же объединённые одной общей темой. Победит в этом туре тот, кто правильно ответит на два вопроса. Валюта государств. Перед вами государство Канада, Сингапур, Ямайка, Египет. Вопрос. Во всех перечисленных государствах основной денежной единицей, на мой взгляд, является доллар. Если, по-вашему, это не так, исправьте меня. Время. Пишина в студии. Это караул. Что ж такое? Время. Номер четыре правильный ответ. Правильно ответившего, прошу продвинуться вперёд, Боря. А теперь правильный ответ. В Египте основной денежной единицей является фунт, и поэтому Борис абсолютно прав. Меняем тему. Тема «История в живописи». Перед вами картины «Утро стрелецкой казни», Бояриня Морозова, Пётр I допрашивает царевича Алексея, Менщиков в Берёзове. Вопрос. На экранах четыре картины на исторические сюжеты. Я думаю, что они расположены в той последовательности, в какой происходили события, послужившие сюжетом для этих картин. Не кажется ли вам, что где-то я ошибся, и что-то нужно поменять местами? Время. Тишина в студии. Время. Один и два правильный ответ. Конечно же, исторические события, послужившие сюжетом для картины Сурикова «Бояриня Морозова», происходили намного раньше, чем события, отраженные в картине «Утро стрелецкой казни». Поэтому Борис был абсолютно прав. Спасибо. Следующая тема. Внимание на экран. Прошу, очень важный момент. Прошу внимания. Все взволнованы, все напряженные игра. Города древнерусского государства. Перед вами Новгород, Владимир, Киев, Москва. Перед вами расположились города, которые в свое время были экономическими и политическими центрами Древней Руси. Но в той ли последовательности, в какой вы их видите на экранах, время. 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 Я думаю, что этот вопрос очень простой. Сказки любят и читают все. Так вот, перед вами сказки Андерсена. Новое платье короля, Оля Лукоя, Красная шапочка, Дюймовочка. Вопрос. Мне кажется, что все эти сказки, которые я только что перечислил, написал Ганс Кристиан Андерсен. Так ли это на самом деле? Если нет, найдите ошибку. Время. Потише можно? Ну что ж это такое? Время. Номер три правильный ответ. Сказка. Красная шапочка принадлежит Перу другого, не менее известного и любимого нами автора. Шарля Перо. Поэтому ответ был правильный. И все участники ответили правильно. Но, Дима правильно ответил, да? Прошу продвинуться вперед. В финал выходят Боря и Оксана. Мы их поздравляем! Ну, кроме ваших аплодисментов, никакие призы они, увы, не получают. А вот зато Дима уже получил две теннисные ракетки и шоколадки Марс. Ты играешь в теннис, Дима? Да. В маленький теннис, все очень здорово. Да. Успеха тебе в этом. Какая твоя любимая сказка, кстати, вопросы были? Какая? Ты правильно ответил, все здорово. Дюймовочка. Дюймовочка? Это здорово. Поздравляю тебя. Всего хорошего. И до встречи в финале. Вы смотрите самую лучшую программу для детей и родителей «Звездный час». Хотите проверить свои знания и сразиться с соперниками в нашей студии? Пишите нам о себе и своих увлечениях по адресу «Москва», улица Королёва, 12, телекомпания «Вид», программа «Звездный час». Финальная игра «Дуэль». Трибуны стонут. Лена, пожалуйста. Итак, условия этой игры. Перед вами будет слово. Вы должны составить максимальное количество слов, используя буквы, составляющие это слово. И слова должны быть именами существительными, в единственном числе, именительным падеже. Это слово «Камертон». Время пошло, одна минута. Продолжение следует... Время истекло, положите ручки. Первым называть свои слова начинает тот, у кого меньше очков. А меньше очков у Оксаны Иванины 610. В отличие от Боря, у него 840. Итак, твоё слово, Оксана. Тон. Тон. Нота. Мера. Мера. Кот. Кот. Метр. Метр. Ток. Ток. Картон. Картон. Рак. Рак. Что? Рота. Рота. Кора. Кора. Подумай. Оксана. Увы! И побеждает в этой игре Борис! Поздравляем его! И, конечно же, поздравляем Оксану! Оксана, ты дошла до финала, а улыбки на твоём лице я не вижу! Почему? Не знаю. А ты вообще часто улыбаешься в жизни? Часто. Но сейчас грустно? Да. Так не грусти вот тем утешеньем, вот этот замечательный! Я даже... Ну, я не знаю, как он называется, честно говоря, но всё равно он замечательный! Ягуар! И шоколад! Ешь, пожалуйста! Поздравляю тебя! Поздравляю с тем, что ты дошла до конца! Неред, не часто такое бывает! Молодец! И, конечно же, позвучает поздравление наш основной победитель, Борис! Спасибо Борису! Борис получает приз за победу! Это кухонный комбайн! Твоё любимое блюдо! У меня почти все любимые! Ну, будет много возможностей приготовить различных блюд! А теперь, Борис, ты имеешь минуту времени! Твой звёздный час настал! Проходи к трибуне! Твоя трибуна! Во-первых, я хочу извиниться перед Оксаной за то, что так получилось! Я хочу поблагодарить всех участников игры и зрителей за их прекрасную помощь! Я надеюсь, что те призы, которые я выиграл, мне помогут в моей дальнейшей жизни! Возможно, я, наконец-то, научусь по-человечески готовить и выучу информатику! Спасибо вам большое! Спасибо большое и тебе, Борис! Мы поздравляем тебя ещё раз! Ты, Молочина! Спасибо вам, зрители! И, конечно же, костюмы, в которые одеты участники, остаются им на совсем от фирмы Табани! Спасибо всем! Всего хорошего! До новых встреч! Ночь пройдёт И стану я на диверсле Сказка придёт и уйдёт И детство уйдёт Вместе с ней Мы хотим, чтобы все на свете Были счастливы, словно дети Как в сказке Хочешь, не хочешь Днём или ночью Чудо придёт Знаешь, не знаешь Не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь Сказку поверишь Раз Поверь Днём или ночью Чудо Пройдёт Знаешь, не знаешь Не угадаешь Где нас найдёт Веришь, не веришь Сказку поверишь Раз Поверь Днём или ночью Чудо Кроме Днём или ночью Кроме Кроме